МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые яркие и запоминающиеся события уходящей недели в Волгограде глазами журналистов телеканала МТВ. Итоги подведем вместе с вами в эфире программа «Неделя в городе» в студии Сергей Чеплыгин. Ключевым событием минувшей недели для жителей всей нашей страны стал, конечно же, День народного единства. Программа праздника в Волгограде включила в себя больше 30 различных мероприятий. Концерты, конкурсы, выставки, спортивные состязания, литературные встречи. Площадками проведения стали наиболее популярные общественные пространства, включая благоустроенные парки и скверы во всех районах города. Основные события по традиции развернулись в сердце города-героя. 4 ноября Волгоград отметил сразу два праздника – День народного единства и праздник Казанской иконы Божьей Матери. Праздничные торжества начались в Кафедральном соборе Александра Невского. Здесь совершили божественную литургию, а затем состоялось еще одно знаменательное событие – крестный ход до центральной набережной. Участие приняли сотни волгоградцев разных возрастов, представители общественных объединений и органов власти. На сцене центральной набережной с праздником волгоградцев и гостей города-героя поздравил митрополит Волгоградский Камышинский Феодор и муфтий Волгоградской области при Центральном духовном управлении мусульман России Ильяс Бектимиров. Продолжением праздничной программы стал яркий концерт. Его участники – творческие национальные танцевальные и вокальные коллективы. «Сегодня, как греште, своих не бросает». Рядом со сценой работала полевая кухня. Время гостей праздника угостили казачьей кашей и национальным пловом. На центральной набережной царила настоящая праздничная атмосфера. Люди обменивались поздравлениями и теплыми пожеланиями в адрес друг друга. «Россия – это многоциональная страна. Надо объединиться, быть единым, быть дружными. Потому что мы, как одна цепочка и взаимосвязь, дружба именно народов придает большую силу и опору России. Я пожелаю здоровья, счастья, процветания нашей стране, быть поддержкой и опорой друг к другу, гордиться нашей страной». Различные тематические праздничные площадки развернулись в каждом районе города. Едино и сплоченно Волгоград вместе со всей страной с размахом отметил относительно молодой, но крайне важный для всех праздник. В Волгоградской области берегут многообразие традиций и культур всех 140 национальностей и народностей, проживающих на ее территории. На площадке интерактивного парка «Россия – моя история» губернатор Андрей Бочаров провел рабочую встречу с представителями религиозных конфессий и национальных диаспор региона. В диалоге также приняли участие представители общественных палат города-героя и области, нескольких советов при профильном комитете администрации региона и при Доме дружбы. В первую очередь губернатор Волгоградской области вспомнил подвиги наших земляков в период Сталинградской битвы. Он отметил, что сегодня потомки поколения победителей, представители всех национальностей и народностей, населяющих Волгоградскую область, плечом к плечу со своими боевыми товарищами из других регионов, представляющих многонациональный народ России, защищают нашу родину, нашу общую историю и наше будущее. Наши военнослужащие в ходе специальной военной операции сражаются с современными фашистами и нацистами, очень достойно, проявляя мужество, героизм и отвагу при выполнении задач по защите нашей Родины. И мы с вами, все жители Волгоградской области, уверены, что задачи, поставленные президентом, будут выполнены в полном объеме, враг будет разбит и, конечно, победа будет за нами. Глава региона подчеркнул, что в Волгоградской области гордятся и берегут многообразие языков, традиций и культур всех 140 национальностей и народностей. Народное единство, мир, согласие, взаимоуважение, поддержка и взаимопомощь между людьми разных народов, разных культур, разных конфессий – это не просто уникальность многонациональной России, это генетический код нашего народа, основа российской государственности. Губернатор отметил, что наша страна – это большая семья. Все трудности и проблемы решать необходимо всем вместе, уметь выслушать друг друга, открыто обсудить любые вопросы и спокойно найти взвешенное решение. У нас есть традиции, у нас есть исторический опыт. Нам только нужно внимательно научиться слушать друг друга и дорожить этим хрупким миром на всех уровнях, начиная от личных отношений, окончая государственные. Очень важно сегодня всем лидерам общественного мнения сплотиться, обозначить свою консолидирующую позицию и проводить дополнительную разъяснительную работу по вопросам, происходящих в мире событий и реакций нашей страны на современные вызовы и угрозы. Такая каждодневная работа очень важна, ведь мы один народ, у нас одна Родина, и мы все несем общую ответственность за ее благополучие, безопасность и развитие. И сегодня в условиях глобальных вызовов и угроз мера этой ответственности в разы больше и выше. На территории нашей области представители разных религий и национальностей вместе инициируют и реализуют патриотические, социальные, гуманитарные, культурные, спортивные, благотворительные и другие проекты, а также оказывают помощь и поддержку нашим военнослужащим, участникам специальной военной операции, среди которых представители всех национальностей и народностей, проживающих на территории Волгоградской области. Я уверен, и даже и сомнений нет, что нет сил таких, которые бы Россию разрушили изнутри. Именно самый главный, наш Волгоградский регион, мы объединены все национальности, национальные общественные организации в один дом дружбы, куда активно входят более 50, около 50 общественных организаций, и мы живем единой семьей. В свою очередь религиозные лидеры высказали полную уверенность в том, что в Волгоградской области исключены какие бы то ни было конфликтные ситуации. Соревнуемся мы в благочестии, то есть в совершении добрых дел, и нас это объединяет. И мы совместно эти добрые дела делаем для укрепления нашей страны, как наши деды защищали родину, несмотря на вероисповедание, несмотря на нацию, они бок о бок стояли и защитили родину. В ходе встречи губернаторам принято решение о формировании традиционных индивидуальных подарочных наборов к Новому году для наших военнослужащих на передовой, и, конечно, для детей и участников специальной военной операции. Участников собрания призвало активно присоединяться к этой идее. Еще одним историческим событием запомнилась уходящая неделя для жителей региона и города-героя. В Волгоградской области запустили первый в ЮФО комплекс по сжижению природного газа. В торжественном пуске предприятия в работу на площадке 12-го Петербургского международного газового форума приняли участие губернатор Андрей Бочаров, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и генеральный директор «Газпром-гелий-сервис» Любовь Бриш. Первый в ЮФО молотоннажный СПГ-комплекс создан в кратчайшие сроки за рекордные 7 месяцев. Строительство объекта в Быковском районе позволило сформировать кластер полного цикла – от добычи природного газа, его очистки и переработки до доставки конечному потребителю. Производительность нашего комплекса – полторы тонны в час. Это практически 13 тысяч тонн СПГ в год. На нашем объекте нет иностранных лицензиаров. Наш объект полностью спроектирован российскими инженерами. Более 70% оборудования произведено на территории Российской Федерации. Реализация флагманского первого на юге России проекта по сжижению природного газа позволит укрепить промышленно-производственный потенциал Волгоградской области и даст новые возможности для развития на десятилетия вперед. В рамках реализации программы развития Волгоградской области, десятилетней программы развития города-героя Волгограда, нами принято решение по обновлению, масштабному обновлению подвижного состава общественного транспорта и всей коммунальной техники с переводом всей нашей техники на газомоторное топливо. Программа реализуется в четком соответствии с нашими договоренностями и планами. Для городских маршрутов уже приобретены 60 автобусов большого класса на сжиженном природном газе. Заправка транспорта организована на площадке автопарка. Алексей Миллер поблагодарил Андрея Бочарова за поддержку проекта СПГ-комплекса на всех этапах реализации и отметил высокую планку региона в реализации отраслевых задач. На сегодня Волгоградская область достигла 92% газификации. Мы знаем предыдущие опыты работы и мы видим, каких результатов за относительно короткий срок вашей работы губернатора достигла область. Мы это очень высоко ценим. Почему? Потому что то, что сказал губернатор, какие обязательства на себя взяла область, все будет выполнено в срок и качественно. Андрей Бочаров отметил, достичь таких результатов в развитии газотранспортной системы газификации населенных пунктов стало возможным благодаря четкому взаимодействию региона между Газпромом и его структурными подразделениями. Задачи, которые поставил президент, которые мы, Алексей Борисович, вместе с вами обсуждали на нашей встрече, будут выполнены в полном объеме. И в ближайшие 4-5 лет Волгоградская область будет полностью газифицирована. Хочу сказать огромное спасибо тем, кто принимал участие непосредственно в создании нашего современного комплекса, первого на юге России по сжижению природного газа. Это и проектировщики, и строители, руководители у проекта. В 2023 году в регионе продолжается реализация еще 27 масштабных промышленных проектов на сумму около 70 миллиардов рублей. Укрепление промышленного потенциала в приоритете направлений развития Волгоградской области. В минувшую среду первые 60 современных автобусов большой вместимости появились на дорогах Волгограда. Они вышли в рейс на одни из самых популярных опорных маршрутов. Номер 2 железнодорожный вокзал «Юбилейный» и номер 77 ТРК «Мармелад» «Юбилейный». Автобусы будут работать на топливе первого в ЮФО комплекте по сжижению природного газа в Быковском районе. Согласно техническому заданию, каждый новый автобус доступен для посадки и высадки пассажиров на инвалидных колясках, оборудован комплексом видеонаблюдения. Автобусы низкопольные, вместительностью не менее 85 пассажиров, с автоматической коробкой переключения передач и системой принудительного наклона кузова. Водители положительно оценили достоинства транспортной новинки. Первый рейс на автобусе. Рулится отлично, машина хорошая, новая, чувствуется. Ну, да прекрасно, когда новая машина. Прохожие обращают внимание, новая техника. Да город давно ждал новый транспорт. Внутри салона будет комфортно и летом, и зимой. Автобусы оснащены системой кондиционирования и отопления. Оплатить проезд можно разными способами. Волгоградцы и гости города дали свою оценку новеньким машинам. Попал удачно, замечательно. И еще и новый автобус. И пахнет всем новым, так что очень хорошо. Мне приятно. По мере прохождения обкатки, постановки на учет и других обязательных процедур, автобусы выходят на маршруты Волгограда. Это позволяет их разгрузить утром и вечером, особенно в час пик. Я работаю на новом автобусе. Очень тепло, очень комфортно. Отлично. Очень, прям, как бы сказать, очень-очень хорошо. В ближайшее время на маршруты выйдут все 60 транспортных единиц группы компаний «Волгобаз», поступившие в пассажирское автотранспортное предприятие номер 7. Автобусы на метане – новинка для Волгограда. 1 ноября в Быковском районе начал работу малотоннажный СПГ-комплекс. Предприятие обеспечит топливом автобусы, которые работают на сжиженном природном газе. Заправка транспорта организована на площадке автопарка. Этот вид топлива более экономичный, более экологичный. Поэтому были закуплены автобусы на этом виде топлива. Планируется еще закупка 25 автобусов, которые также будут поставлены на южные районы. Транспорт в Волгограде обновляется, становится экологичнее и комфортнее для горожан. Приобретение нового подвижного состава – планомерная работа. Который проводит муниципалитет. В 2024 запланировано приобретение для Волгограда более 200 автобусов большого класса. В Волгограде на маршрутах 8А и 10А работают 56 новых современных троллейбусов с возможностью автономного хода. Остальные поступят до конца этого года. Также на улицах Волгограда появился и 21 электробус. В рамках инвестиционного соглашения подписан договор на поставку в 2024 году 62 трамвайных вагонов. 2,5 миллиарда рублей получит Волгоград на закупку 50 новых трамваев. Web.RF на этой неделе уже предоставил денежные средства в качестве аванса за поставку 50 односекционных трамваев. Всего корпорация развития страны выделит более 3 миллиардов рублей для масштабного проекта модернизации всей трамвайной инфраструктуры в Волгограде. Новые трамваи будут быстрее и комфортнее для пассажиров. Снизится и уровень шума. На первом этапе проекта модернизации городского электротранспорта модернизируют наземную линию скоростного трамвая протяженностью 15 километров. Строится новый 5-километровый участок в однопутном исчислении. Планируется реконструкция двух подземных станций СТ, 11-ти тяговых подстанций и трамвайного депо. Волгоград закупит 50 единиц односекционных трамваев «Львенок» и 12 единиц трехсекционных низкопольных трамвайных вагонов «Невский». Волгоградский метротрам единственный в стране. Проект развития городского электротранспорта в областной столице при поддержке ВЭБ РФ был поддержан правительством Российской Федерации. Корпорация развития выполняет роль финансирующей организации, проектного офиса, программы и ее координатора. Согласно трехстороннему инвестсоглашению между муниципалитетом, администрацией области и «Электротранспорт плюс», в течение пяти лет инвестор проведет реконструкцию наземной части линии СТ от улицы Землянска до улицы Михайлова. Будут приобретены 62 новых трамвайных вагона. В Волгограде идет активная масштабная модернизация системы городского электротранспорта. Автопарк пополнили 21 современный электробус. В октябре 2023 года парк электробусов вместе с губернатором Волгоградской области и главой Волгограда осмотрел заместитель председателя правительства России Дмитрий Григоренко. Вице-премьер высоко оценил достижения региона в реализации федеральной программы. С 1 ноября в рейс на одни из самых популярных опорных маршрутов в южные районы Волгограда вышли 60 новых современных низкопольных автобусов большой вместимости на сжиженном природном газе. Согласно техническому заданию, каждый новый автобус доступен для посадки и высадки пассажиров на инвалидных колясках. Волгоградский робот-коммунальщик стал призером всероссийского конкурса. Разработка, которую используют специалисты МБУ «Северная», заняла второе место в номинации конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации проф.АйТи управления территорией. Уже больше года беспилотник помогает волгоградским специалистам в обслуживании самых сложных участков ливневой канализации. На уходящей неделе понаблюдать за работой техники на проспекте Жукова в Дзержинском районе смогла и наша съемочная группа. Эта труба достаточно хорошая, в хорошем состоянии. Есть небольшие засоры, но это не критично. Мастер коммунального учреждения МБУ «Северная» Максим Моисеенко работает с таким необычным коллегой. Уже год общий язык смеется, нашли сразу. Робот непривередливый работает и в жару, и в холод. И очень полезный, помогает специалистам обследовать трубопроводы там, куда человеку не попасть. Труба длинная, допустим, участок, если 50 метров, глазами не увидишь, и проползти, пройти по нему, это не представляет возможности. А с ним, естественно, все видно. Помогает он, конечно, здорово обнаруживать участки повреждения труб, засоры выявлять, чтобы в дальнейшей прочистке. За время эксплуатации робота-телепомощника коммунальщикам удалось обследовать весь центральный район областной столицы и трубы, проведенные КЛОСом. Система передвигается по ливневке и передает все, что видит на экран. Мощная камера с широким углом обзора вращается на 360 градусов, увеличивает и приближает изображение и позволяет оценить состояние трубопроводов, выявляя участки, требующие ремонта или очистки. После обнаружения засора приезжает бригада по прочистке, это КОшки и лосоцы, прочищаем этот кусок, пробиваем. Если уже какие-то там дефекты с трубой именно, то это мы уже сообщаем в дальнейшем, принимается там руководство решение по восстановлению или по ремонту, замене куска трубы. Робот-коммунальщик помогает специалистам и в контроле качества при строительстве новых инженерных сетей. Проект муниципалитета «Телеинспекция трубопроводов с использованием робототехнических комплексов» стал финалистом и призером 11-го всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «Проф.ИД». Волгоградскую практику применения техники высоко оценили эксперты конкурса. Тем временем робот, у которого, кстати, пока еще нет имени, ежедневно продолжает трудиться на благо родного города, чтобы коммунальных аварий было как можно меньше и коммуникации работали исправно. В Волгограде практически бабье лето, но специалисты дорожных служб уже завершают подготовку к предстоящему зимнему сезону. На базе МБУ «Северная» заготовили большой запас реагентов для противогололедной обработки дорожного покрытия и тротуаров. Объема песко-соляной смеси хватит для эффективной работы в условиях длительного снегопада и частого перепада температур. Жители Волгограда наслаждаются теплыми деньками после проливных дождей, мокрого снега и сильных ветров. Синоптики обещают редкие для конца октября плюсовые дневные температуры и солнышко, но природу не обмануть. Придут и холода, и первые снега. Специалисты МБУ «Северная» к погодным катаклизмам готовы. Предприятие обслуживает четыре района Волгограда. Конкретно эта база – Краснооктябрьский и Тракторозаводский. Брали соль и песок машины привозили. Здесь вот 20-процентная лежит песко-смесь, а там 50-процентная. К зиме сотрудники муниципального предприятия готовятся заранее. Основное внимание – формированию запасов противогололедных материалов. Так выглядит процесс замешивания песко-соляной смеси. Песок перемещают с одной горы на другую. В итоге получается та самая смесь, которой затем обрабатывают улицы и дороги. Песко-соляной смеси сейчас у нас на базе порядка 25 тысяч тонн для двух районов. Вообще на два района, на Краснооктябрьский и Тракторозаводский район Волгограда, необходимо порядка 17 тысяч тонн. То есть у нас как бы уже излишек есть, который образовался вследствие того, что была очень теплая зима прошлого года. Какая зима будет в этом году, мы не знаем. Но мы готовы во всеоружии к зимнему сезону 23-24 года. Соль растворяет снег, а песок обеспечивает надежное сцепление автомобильной резины и подошв нашей обуви с асфальтом. Когда песко-соляная смесь вступает в реакцию со снегом, на дорогах образуется своеобразная каша, которую потом легко убрать автогрейдерами. В случае первых снегопадов спецтехника оперативно выйдет на свои маршруты и обработает реагентом наиболее сложные участки – спуски, подъемы, крутые повороты, разворотные кольца общественного транспорта. В последние годы в Волгограде свою эффективность доказала использование двух видов реагентов – твердых песко-соляной смесей и жидких – раствора на основе бешофита. Применяют их в зависимости от погодных условий. Если за окном до минус 10 градусов, на дороге наносят бешофит. Если холоднее – песко-соляную смесь. У нас в общей сложности 16 машин выходят. Из них 12 – это песко-соляная, 4 бешофитные машины, то есть под бешофит. В случае необходимости выходит тяжелая техника, которая разгребает завалы. Противогололедные реагенты на дороге Волгограда наносят универсальные комбинированные дорожные машины. Летом они выполняют функцию подметательных машин, их также используют при проливке улиц в жару. Зимой эту же спецтехнику оснащают снегоотвалом и пескоразбрасывающей установкой. Однако ДМ вмещает в себя до 15 тонн реагентов. Это позволяет обработать большую площадь. В течение нескольких последних лет, благодаря поддержке муниципальных и региональных властей, парк спецтехники МБУ «Северное» регулярно пополняется. Такой запомнилась уходящая неделя. На этом у меня все. Я желаю вам позитивного начала новой недели, продуктивного ее продолжения и только позитивных новостей. До встречи.